Продолжение следует... Мудро, потому что только когда человек весь отдается полностью со своей страстью, это не только касается людей искусства, это все сферы работы, такая вдохотворенность и страсть, она просто, наверное, без нее ничего не может ни ученый создать, ни сделать какую-то настоящую работу без страсти, без любви, это невозможно. Более 30 лет Валентин Иванович Зноба утверждает в бронзе, мраморе, граните красоту, силу и разум человека, лучших сынов и дочерей родного народа. КОНЕЦ Этот монумент в честь Октябрьской революции на центральной площади Киева создавали скульпторы Василий Бородай, Иван Зноба и Валентин Зноба, отец и сын. А все началось с того, что Иван Зноба незаметно заинтересовал сына своим увлечением. Сначала поручил вылепить веточку, это была детская игра, но веточка получилась, а жила. И первая радость, которую дает человеку творчество, увлекла сына на всю жизнь. Отец бережно направлял его первые шаги. Потом они много будут работать вместе, как соавторы, как друзья. Сегодня Валентин Иванович – мастер монументальной и станковой скульптуры. Амплитуда его творческого поиска поражает разнообразием тем и форм. Каждый его скульптурный портрет – неповторимый человеческий характер. Музыка. Музыка. Конец. Музыка. Музыка. Мало задумать композицию, добиться органичного сочетания фигур с рельефом, с природой, учесть параметры света. Этот неимоверный труд интеллекта нужно еще материализовать, вылепить, отлить или высечь из камня. Сейчас в мастерской рождаются контуры памятника Нестору летописцу, который будет стоять в Киево-Печерской лавре. Он и монах в этой келье, и он гражданин, как вы чувствуете, как он любил свою родину. Это крупнейший ученый. И вот сочетание вот такого огромного ума и вот то, что он мог предвидеть, и он понимал, что он делает огромное дело, что он для потомков оставляет истории. Это же, знаете, это личность была. А такие личности они не могут не волновать художников. Поэтому я считаю, что это как раз тема, которая достойна, чтобы над ней работать. И мне она просто импонирует. Музыка Валентин Иванович отдал 13 лет работы, 13 лет поисков, разочарований и находок. 13 лет жизни. И всю жизнь. Потому что он принадлежит к тому поколению, детство которого опалила война. Рядом с воинами, которые победили смерть, Баян, поющий им славу. Возникла идея, что чтобы связать тему отечественной войны с нашей историей. С историей еще... Пожалуйста, еще гипс немножко. С историей, начиная с 11 по 13 век, когда существовала там вот такая крепость, главный форпост обороны Киева от кочевников, от врагов. И чем связать? Была идея, чтобы сделать там того периода воина, может быть, композицию, может быть, групповую. Но и потом все-таки идея того, что это как бы должна быть связь и не только историческая, но и художественная. А образ Баяна, он уже как-то дает возможность, что он может воспевать и историю тех времен, древнюю, и, собственно, подвиги вот нашу, вот отечественную войну, в наше время уже, которое ближе к нам. Потому что это все единое, потому что без истории нет нашей Родины. Работаю в мастерской в основном ночью, а днем неотложные дела. Их много у Валентина Ивановича Знобы, народного художника республики, члена Украинского комитета защиты мира, депутата Верховного совета Украинской ССР. Образы, над которыми я работаю, они меня тоже вот вдохновляют, и как-то я уже не могу оставаться равнодушным вот к этой работе, потому что они действительно красивые, их не любить нельзя.